Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Актуальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. 29 сентября ночные волки из Краснознаменска, Звенигорода и Одинцова закрыли мотосезон. Попрощаться с теплым временем года на Центральную площадь приехали 150 байкеров. По примерным подсчетам, разумеется, о том, как они провели лето, мы сегодня говорим с президентом Одинцовского отделения мотоклуба «Ночные волки» Андреем Васильевым и представителем Звенигородского отделения Александром Копыловым. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы гостям в студии вы можете задать по телефону 8-495. 508-86-84. Звоните! Ну, конечно, я не могу не начать с этого вопроса. Как все-таки прошел мотосезон 2018 для вас? Самым значимым событием в этом сезоне по весне мотоклуба «Ночные волки» ездил на открытие Крымского моста. Да. Это, в общем-то, было достаточно серьезное мероприятие. То есть, с московского региона больше 500 мотоциклов. Если видели трансляцию, то это фееричное достаточно зрелище. Меня, к сожалению, не было, но я летом был. Сам по себе мост очень впечатляющий. Вы прямо на мотоцикле до Крымского моста? Да, да, да. То есть, это как бы первое мероприятие было по весне. Дальше у нас пошли уже, ну, можно сказать, обыденные какие-то мероприятия. Это открытие «Нотосезона», которое было общее, которое проходило также там в разных районах Москвы и Подмосковья. Ну, и, соответственно, в середине лета, даже не в середине, а в августе месяце, это было у нас 23-е байк-шоу фееричное, достаточно также зрелище. Это уже Крым про него, естественно, узнает. Это в Севастополе? В Севастополе, да. Даже я знаю. Да, совершенно верно. Ну, и сейчас уже, в общем-то, октябрь на дворе месяце, так уже плавно вот и закрылись. Вроде лето очень быстро пролетело на самом деле. Ну, к тому же, я так понимаю, что это в Одинцово мотосезон закрылся 29 сентября, и закрытия, они, так скажем, продолжаются по разным районам, территориям. Вот, в принципе, сколько мотосезон продолжается? Когда он начинается, и когда он заканчивается, и чем обусловлены вот эти сроки? Естественно, погодными условиями. Это первый момент. Чем холоднее, тем меньше желающий кататься на двухколесном транспортном средстве. Тепло, хорошо. Все, сели, поехали. Холодно, снег пошел. Естественно, тут о каких покатушках речи быть не может. Хотя вот так зимой иногда, видишь, бывают экстремалы, которые выезжают. Зима все-таки, да, это такое время года, когда мотоциклисты отдыхают, наверное, готовят своих коней железных к новому мотосезону. А я предлагаю телезрителям посмотреть, как все-таки прошло закрытие мотосезона в Одинцовском районе. Внимание на экран. Мотоцикл «Ява» – мечта не одного поколения советских юношей. В конце 80-х, начале 90-х многим она казалась несбыточной. Но Александр Прохоров не из тех, кто легко сдается. Именно поэтому теперь он счастливый обладатель. «Ява» 638, 91-го года выпуска, на которой нет ни одной неоригинальной детали. В зрелом возрасте, да, искал практически с тех времен. В 2010 году я ее нашел в идеальном состоянии. На этом мотоцикле нет ни одной неоригинальной детали. Здесь все в оригинале, как и было из Чехословакии. Вплоть до того, что на шильдике Чехословакия. Вот. Ну, мечта сбылась. Несмотря на возраст, надежности этого железного коня могут позавидовать многие современные мотоциклы. За немалый пройденный путь он не подвел ни разу, как будто в знак благодарности. За то, что когда-то его владелец не изменил мечте. Уже 16,5 тысяч я проехал. Это мои. Регулярно езжу в поддержке ночных волков Звенигорода, Одинцова. Команда, в принципе, одна. Колоннами. Ну и помимо этого езжу Москва, Одинцова, Звенигород. Летом хорошо в пробке. Недолго раздумывал при выборе мотоцикла и Одинцовец Дмитрий. Мощный двигатель, внушительные габариты и неприхотливость в обслуживании. Все эти качества объединил в себе Чоппер, Ямаха, Миднайт Стар 1300А. Мотосезон прошел отлично. Где были, что видели, куда ездили? Ну, в основном по Москве. Самое дальнее – это Балабаново, там дача у меня. В минувшую субботу в Одинцово, Звенигороде и Краснознаменске мотоклуб «Ночные волки» официально закрыл мотосезон. На центральную площадь ГДО приехали более 150 байкеров. Проводы лета получились, как всегда, зрелищными. От разнообразия двухколесного транспорта у прохожих разбегались глаза. А дети шустро перебегали от одного мотоцикла к другому. Хотели успеть посидеть на каждом. Только видел на двухколесах. Вот такие я нечасто видел мотоциклы. Конечно, Тихон, как любой мальчишка, мечтает прокатиться на мотоцикле. Но опытный байкер, призер областных мотосоревнований Олег Прохоров уверен, мысли о двухколесном транспорте лучше отложить до зрелого возраста. Считаю, что в раннем возрасте лучше не начинать. Если только, может быть, выступать где-нибудь на треке, или ездить за какую-то команду, тренироваться, тренироваться. На дороге общественного пользования лучше выезжать уже в более зрелом возрасте. Это только подростки-максималисты могут позволить себе, вопреки здравому смыслу и правилам дорожного движения, езду на двухколесном транспорте без экипировки. Брутальные байкеры нередко на собственном опыте убеждаются, что без защиты на железного коня лучше не садиться. Но не только шлем украшает и спасает мотоциклиста. Практика показывает, что все. Начиная от шлема, заканчивая ботинками. Я так понимаю, что вы лично в этом убедились, к сожалению. К сожалению, я убедилась в этом лично. Расскажите, какие ситуации происходили с вами? Падения были. В прошлом году я попала в ДТП. Правила дорожного движения прописаны кровью, к сожалению. И я хочу, конечно, пожелать тем, кто хочет сесть на двухколесное транспортное средство, быть в экипе. Это шлем, прежде всего, мотоботы, ноги надо беречь, и, естественно, какая-то там куртка. Да, это стоит определенных денег, но, поверьте, что ничто не сравнится с жизнью и с переломными ключицами, руками, ногами и так далее. Мотосезон 2018 для ночных волков был насыщенным и обошелся без серьезных происшествий. И хотя на улице уже прохладно, но еще сухо, а значит, можно продолжить, как говорят байкеры, боясь суеверий, крайнее в этом году путешествие по маршруту Звенигород-Одинцово-Краснознаменск. В прямом эфире ОТВ программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о закрытии мотосезона. У нас в гостях представители мотоклуба «Ночные волки». Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Звоните, задавайте свои вопросы гостям в студии. Ну и, конечно же, когда мы говорим о закрытии мотосезона, то в первую очередь мысли о ДТП приходят. Какие ДТП чаще всего попадают байкеры по статистике? Вы знаете, здесь нужно поговорить прежде всего о движении, о том, что нарушается со стороны водителя автомобилиста и со стороны водителя мотоциклиста. Потому что, прежде всего, у обоих это невнимательность. Также соблюдение банальных правил дорожного движения. Например, водитель-автомобилист забыл включить заранее заблаговеренный поворотник и не увидел мотоциклиста, либо не посмотрел в зеркало заднего вида. Из-за этого случается ДТП. И по статистике, в принципе, ДТП все они однотипные. И если посмотреть, например, тот же самый YouTube, то ДТП одни и те же. Это перекрестки, это поток езда между рядов, когда водители не видят мотоциклистов. Поэтому нужно быть внимательным, прежде всего, соблюдать правила дорожного движения. Выпускать мобильный телефон из рук иногда, потому что, мне кажется, за время пути вряд ли что-то такое сверхординарное произойдет, что нужно обязательно смотреть в экран мобильного телефона. А вот касаемо взаимоотношений водителей, мотоциклистов, да и пешеходов тоже, как вы считаете, повысилась ли культура общения на дорогах? Культура повысилась незначительно, но она повысилась. Во-первых, это, наверное, все-таки благодаря, что в Москве и Московской области, да и в регионах, я знаю, очень стало много баннеров, рекламных счетов. Посмотри налево, направо, пропусти мотоциклиста. Вот хорошую тему сделали государство в этом плане. Ну и опять же, я думаю, что здесь еще есть такой момент. Очень много автомобилистов пересаживаются на двухколесные транспортные средства. Опять же, дешевле езда, ну, с точки зрения бензина, да, с точки зрения быстроты, быстрее приезжаешь. Я не скажу, что прям вот все там поголовно пересаживаются, но есть такой момент. И опять же, что было 10 лет назад на дорогах, там, муциклиста, естественно, было меньше, несоизмеримо, как сейчас. И поэтому я думаю, что все-таки как-то уже где-то в подкорке любой автомобилист, он как бы знает об этом, что да, посмотри налево. Да, к сожалению, это не так часто происходит, как хотелось бы. Но я думаю, что все-таки увеличилось вот это взаимное уважение. Все-таки, я думаю. Вот как вы думаете, Андрей, я вам во время интервью на закрытии мотосезона этот вопрос задавала, но, к сожалению, в сюжет не вошел. Вот задам его еще раз. Разговаривали с представителями клуба «Кабриолетчиков». Они говорят, мы встречаемся друг к другу, сигналим, потому что мы водители открытых машин. Мы не только без крыши, мы еще открыты к общению. Поэтому мы достаточно дружелюбно относимся друг к другу. У мотоциклистов есть тоже своеобразное мотобратство. И посигналят, и остановятся, помогут, если вдруг помощь необходима. Почему у автомобилистов такого нет? Потому что их много или по каким-то другим причинам? Я думаю, наверное, что все-таки разный контингент ездит машиной стоимостью, сами знаете, да, как бы 5000 рублей, там какая-то такая уже там, как вообще она на дорогу выехала, и там уже там миллионами исчисляется. И опять же, за рулем сидят люди также абсолютно разные, разные благосостояния. Я думаю, как бы вот это как какой-то консенсор в людях. Вот я вот с ним буду общаться, с ним я не буду общаться, потому что он, я думаю, именно по такому пути. У мотоциклистов, вы знаете, вот это чувство братства, чувство плеча, оно очень развито. То есть, когда мы едем, мы там друг друга приветствуем взмахом руки, не дай бог, что там с мотоциклистом случилось, там просто мотоцикл сломался, человек, водитель, драйвер, кладет шлем на землю, и то есть это как бы уже есть знак, что надо остановиться, надо помочь, надо помочь своему брату. И не факт, что это будет там наш одноклубник, пускай это будет там просто обычный нациклист, но, в общем-то, по крайней мере, я всегда так делаю останавливаюсь, и даже если я еду на машине. Если возвращаться к итогам этого мотосезона, сколько вам, Александр, вам, Андрей, удалось проехать? Ну, на самом деле, правила в клубе у нас такие, что каждый член отделения должен проехать минимум 1000 километров за сезон. Главные поездки на байк-шоу в городе Севастополь, это минимум туда-обратно 5000 километров в круг получается. И, соответственно, все люди, кто ездит на мотоциклах, это все по возможности происходит, по материальным каким-то благам, по занятости на работе, отпуска и так далее. Так что у всех эта цифра варьируется. Но не менее 1000 километров где-то получается. То есть, в Севастополе вы ездили, правильно? Да, конечно. А вот насколько тяжело этот маршрут преодолеть? Вот скажешь так, в отпуск, да, у всех у нас чемоданы, ну, у кого-то рюкзаки в крайнем случае, а мотоцикл уже... Я скажу так, что, в принципе, на машине безопаснее. Но на машине как бы быстрее получается по той простой причине, что можно, в общем-то, и ехать. Здесь, когда ездишь на мотоцикле, все-таки приходится ночевать. Я, например, ночью, ну, стараюсь на мотоцикле не ездить, потому что дорогу плохо видно, освещение там и так далее. Естественно, получается немножко такая ситуация. Вроде как бы на мотоцикле можно быстрее приехать, но опять же, вот, ночные сумерки и так далее. На машине, естественно, там уже светоосвещение, все по-другому. Можно ехать там с кем-то там, с напарником. По очереди, да, у меня есть. Вот, как-то так. То есть самое дальнее расстояние, это, получается, из Москвы до Севастополя, правильно, в этом сезоне вы проехали? Ну, в одну точку, да, в один конец. А вот так примерно по Подмосковью сколько накатали? Это уже сложно посчитать. Ну, конечно. Мы как бы не живем от пробега, грубо говоря, от возможностей, потому что не всегда, говорю, получается. Но поездка на байк-шоу в Севастополь, она достаточно сложная, но интересная. Особенно, когда ты уже переезжаешь Крымский мост, это удовольствие, чувство моря, воздуха и пейзажи, которые в Крыму, если ехать по тому же южному берегу Крыма, по Серпантину, это непередаваемое ощущение. И всем советую съездить обязательно на мотоцикле. В сравнении с Краснодарским краем, да, где степи и так далее. Смотреть как бы нечего. По ЮБК, да, совершенно другая картинка. Давайте чуть подробнее расскажем о байк-шоу в Севастополе. Что там происходит, что все байкеры туда устремляются? Ну, это мероприятие считается у нас главным и значным им. Его вообще в мире никто не делает, такого формата мероприятия. Это огромная сцена, которая движется, идут какие-то бои, проезжает техника, выезжают какие-то каждый раз и новые элементы, которые были построены под ту или иную концепцию. Вот, все это делается Александром Хирургом, это его детище, вот, это его идеи. Мы каждый раз приезжаем туда и удивляемся, откуда он питает эту... Как удается обновлять все время, да, программу. Да, и ежегодно все мотоциклисты едут туда, потому что посмотреть это, это действительно интересно. Это нигде ты не увидишь вживую. Вот, плюс еще байк-шоу сопровождается рок-концертом. Это известная рок-группа приезжает туда. Плюс это лето, плюс это отпуска, вот, поэтому люди... И опять же, дух братства. Общение, естественно. То есть на байк-шоу приезжает порядка 25 тысяч человек. То есть это палаточный лагерь, это тому по себе именно атмосфера. То есть надо просто там побывать. Тогда можно посмотреть там кучу роликов в интернете, на ютубе там и так далее. Но когда это все взрывается, когда все это там сияет, все это там, это надо просто видеть, собственно, глазами. Музыка, фон и так далее. Это надо вот один раз увидеть, чем сто раз услышать. То есть как бы не зря говорят. Естественно, вся, каждое вот байк-шоу, она у нас пропитана, значит, духом борьбы добра со злом. Да, то есть это весь мото-клуб как бы вот на этом основан. Вся Россия, да, у нас на этом основана. И каждое байк-шоу, вот, оно никогда не повторяется. И вот Александр сказал, что когда откуда вот у нас хер берется, ну вот как-то вот все это ему приходит в голову, и он все это дело вот преподносит на сцене. Механизмы там все едут, двигаются там и так далее. То есть когда человек живет этим, то... Совершенно верно, он этим и живет, да. Все, соответственно, идет из души, из сердца, из большой любови делается. В сюжете Олег Прухоров, участник, я так понимаю, открытия мотосезона в Красногорске, представлял Одинцовский район, сказал, что на мотоцикл, во всем плачной дороге общего пользования, лучше выезжать в зрелом возрасте. Вот он пять лет за рулем мотоцикла, я так понимаю, что основательный ездит. Когда мотоцикл появился в ваших жизнях и каким образом? Ну, у меня, например, мотоцикл появился с детства. Мне первое... Все началось с того, что первое двухколесное транспортное средство мне купил отец. Это был мопед «Дельта». С него все началось. Это интересное время, когда ты один день ездишь, неделю ты его ремонтируешь. Зато устройство мопеда изучил оттануя. Вот, и потом, со временем, я повышал класс мопеда. Потом первый мой мотоцикл был Минск, 125 кубический сантиметр. После чего это был легендарный мотоцикл «Ява». Это вот который мы видели. Да. И уже в зрелом возрасте, уже когда я поступил в университет, я уже купил себе первый японский мотоцикл, продав при этом подаренную, опять же, папой автомобиль. Вот, я поменял его на мотоцикл с того времени, и я вот уже езжу 8 лет плодотворно на нем, и не слезая практически с него. Сезон мы не закрываем. Ну, не подводит, значит, железный конь, если предпочтение японской техники отдано, и не меняется вкус. Андрей, как в вашей жизни мотоциклы появились? Ну, так же, как и у Александра. В детстве в Калужской губернии родители деревня была, там у отца брат мотоцикл с колясками, Днепр был. Ну, вот, так же садился. Уже в школьных какие-то там, третий, пятый класс, на велосипед пытался, и, по-моему, даже небезуспешно приделал двигатель от бензопилы, и, ну, на маленький такой велосипед, на дутых колесах дутики еще. Потом, естественно, появился мопед, как-то так. Ну, я не скажу, что вот в юношестве я очень сильно увлекался мотоциклом, как бы не совсем вот таким был фанатом. Да, это мне нравилось, но все в разумных пределах. Естественно, я хотел машину. Машину как-то я больше предпочтения нравил. А потом, конечно, уже вот лет шесть назад уже появилось, скажем так, хобби, увлечение мотоциклами. То есть я как бы понимал, что я умею ездить, мне это нравится. Это как бы... Кто-то собирает марки, кто-то собирает, я не знаю, кто-то играет в шахматы, да, в шашки там. Кто-то увлекается охотой и рыбалкой. Ну, вот, я понял, что это мое, да, это мне нравится, это круто. То есть все-таки в более зрелом возрасте пришло. В более зрелом возрасте, ну, по крайней мере, я именно так, да. У меня именно так получилось, да, в более зрелом возрасте. А как вы стали ночными волками? Не было ли у вас желания, может быть, какой-то свой местный клуб организовать? Зачем организовать, когда уже все создано и все работает, это и такая семья тысячных людей, которые готовы тебя принять и стать один из членов ночных волков. Это почетно. И хотелось только усилить эту большую созданную семью, что мы, собственно, и сделали. Организовали отделение в городе Звенигороде, в городе Одинцово, в Краснознаменске. И сейчас, грубо говоря, Одинцовский район держит три мощных города. Это приятно. Мы ездим друг к другу в гости, проводим совместные мероприятия и получаем от этого только удовольствие. А сколько человек примерно входит в наше отделение? В Звенигороде на сегодняшний день 14 человек. В Одинцово 7 человек, и в Краснознаменске около 10 человек. А что нужно для того, чтобы стать ночным волком? Я так понимаю, что это не так просто захотел и присоединился. Есть какие-то условия, наверное? На самом деле должен быть достойный человек. Это не сложно. Да. Это и по жизни еще неплохо. Имеющий мотоцикл, прежде всего. Лично его качество на протяжении долгого времени смотрится, проверяется как в клубе, так и вне его. И, соответственно, за это время, изучая эту личность, его желание вступить в семью, в братство, нужно понять, человек соответствует ли тем идеалам и тем принципам, которые обладает каждый ночной волк. А какими идеалами и принципами должен обладать человек, чтобы сейчас зрители поняли примерно, к чему стремиться нужно? Ну, это прежде всего честь, достоинство, уважение близких, честность, братское плечо. Все. Это те как раз качества, чем должен обладать нормальный мужчина. К сожалению. Женщинам тоже не помешает, мне кажется. Ну, есть у нас дружные женские клубы. Я за женские волк скажу. У нас также есть дружные женские клубы, ночные валькирии. Это исключительно женский клуб. Поэтому, если кто-то из наших телезрителей, из женщин, из дергших захочет, пожалуйста. Ну, кстати говоря, женщин за рулем мотоцикла, мне кажется, становится все чаще, все больше и больше. Все чаще и чаще встречаются. Когда-то, я помню, у нас женщины первый раз полетели в космос, да, и все для этого думали, ой, как так. Ну, вот сейчас у нас женщины, в общем-то, стараются быть не хуже, чем мужчины. Но я думаю, что все-таки. Я к этому, ну, не то, что там как-то отрицательно плываю, я к этому отношусь ровно. Вот, ну, хочет, ради бога, вопросов нет. Ну, а, кстати говоря, нет у мотоциклистов такого-то? Ну, у автомобилистов понятно. Ой, баба за рулем, что от нее ждать? У мотоциклистов такого нет. Я считаю, что если девушка села за руль мотоцикла, это не каждый мужик такой способен. Да, эта дама уже достаточно серьезная. Что-то, значит, что-то у нее там щелкнуло. Значит, или что-то она хочется показать себе, или кому-то еще, не знаю. Ну, требует это отдельное уважение на самом деле. Ночные волки и правила дорожного движения. Как относитесь к ним? Соблюдаете ли всегда? Мы относимся к серьезным, к правилам дорожным движениям. И зачастую ставь на кон самоконтроль, грубо говоря, да, потому что у каждого есть семья, есть дети, есть жены, есть родители, которые ждут дома. И помимо правил дорожного движения, нужно думать и о них еще и всегда возвращаться домой. Вот. Но, как и автомобилисты, иногда можем увлечься, да, нарушить чуть-чуть скоростной режим, и что бывает крайне редко. Но в целом мы соблюдаем правила дорожного движения. Да, я так понимаю, что мало того, что вы соблюдаете, вы еще и юным участникам дорожного движения напоминаете о правилах дорожного движения. Участвуете в профилактической работе. Вот расскажите, пожалуйста, посещаете ли детские сады, посещаете ли школы? В Звенигороде у нас очень много детских учреждений. Ну, обзорим, там, как пионерлагеря по старинке, да. Ну, каждый год практически ездим туда, показываем моторуэкипировку, показываем мотоциклы, объясняем правила дорожного движения элементарное. Там на красное стоим, на зеленое идем. Там даже иногда, там, помню, были моменты, показывали, как должен вести себя на дороге регулировщик. Дети, ну, это нравится. Приезжают, когда в пионерлагерь. 15-20 мотоциклов с ревом, с музыкой, там. Все это круто, на самом деле. Ну, конечно, это не мама с папой, это крутой байкер, сказал. Да, они сидят, они фотографируются, то есть впечатление у них, там, вот на целое лето. Я думаю, что и знания отложатся на подольше, чем... Ну, да, экипировки показываем, буквально, там, вот шлем, вот защитная черепаха, вот, там, вот оботы, как одевать, как правильно, там. На одном из открытий прошлогодном, в прошлом году, на третий сезон, мы показывали, как оказывали даже первую помощь. Ну, естественно, это не детям, но это вот для всего Одинцова, я помню, было. Сейчас приглашали с учебного центра «Газпрома», то есть они специально обученные люди, то есть как, чего, зачем, почему, там, какой-то макет мотоцикла разобранный был, там был манекен, вот, и, в общем-то, так же было очень интересно достаточно. Вот, кстати говоря, касаемо детей и мотоциклов, ну, чаще всего мопедов, скутеров, как относитесь к тому, что сейчас молодежь, ну, практически поголовно увлекается двухколесным транспортным средством? Здесь все зависит от воспитания родителей, и можно ребенка, там, и в 6 лет посадить за руль мотоцикла, но родитель должен понимать о том, что в 6 лет можно посадить ребенка на мотоцикл только в специализированных местах, вот, есть определенные курсы подготовок детей, это выступления, там, в тех же, мотокроссом, вот, выступления на площадках, то есть ни в коем случае, как я считаю, дозрелого возраста минимум 20 лет ребенка и юношу уже нельзя упускать на дороге общих пользований, потому что в наше время поток очень серьезный автомобиль, и юноша может просто потеряться в этом трафике и попасть в ДТП. Поэтому нужно прежде всего юношу, либо ребенку, если у него появилось желание, отвезти специальную секцию по занятию, вот, и уже с 16 лет у нас разрешено на получение водительского удостоверения, отвезти, пройти мотошколу, отвезти ребенка в ГИБДД, чтобы он сдал на водительское удостоверение. Также я бы посоветовал бы всем родителям ребенка отдать на дополнительные курсы по вождению мотоцикла в городских условиях, а также на специальные курсы по экстремальному вождению, потому что это очень важно в наше время и сохранит вашему ребенку жизнь в дальнейшем и в будущем. Конечно, да, можно сказать, что это, ой, это же так дорого, да, надо понимать, что мотоспорт — это дорого, и вообще мотоцикл — это дорого, но от этого зависит жизнь. На самом деле, иногда вот едешь, смотришь ребенка, ну, видно, что ребенок едет на мопеде, на скутере, вот, почему-то родители нашли там 30-50 тысяч, ему купить этот скутер, а на тот же элементарный на шлем, почему-то нет, или об этом родители не думают, или как-то не следят за этим. Иногда просто хочется догнать, сказать, там, давай-ка это, что-нибудь, одень-ка себе на голову. — Очень часто еще едут вдвоем. Один в шлеме, а второй сидит такой красивый, ветром обдувается. — Есть мотоциклы, вот Александр Павлович сказал, что можно с 16 лет получить водительскую удостоверение категории А1 и ездить на этих скутерах мощностью до 125 кубов, по-моему. Если уже более серьезная категория А, это уже, значит, с 18 лет. Ну, и на этих мопедах также ломпадают, ломают, там, когда нет шлема, первое, что, естественно, все-таки неподготовлено упал, головой ударился. Не дай бог, там, вон там по земле, а если об асфальт, если об бордюр, ну и... — Могу точно сказать, что это закончится полуфом. — Да, да, совершенно верно. — А достаточно ли одного шлема? Или все-таки лучше, ну, наверное, в идеале лучше, полный комплект экипировки, но вот часто многие этим шлемом и ограничиваются? — Это очень ошибочное мнение по этому поводу, потому что при ДТП, когда, грубо говоря, человек слетает с мотоцикла, у него прежде всего страдают конечности. Это локти, это колени, вот, и голова, соответственно. То есть в этих случаях шлем, соответственно, нужен для защиты головы. Мото-куртка у них специально идет вставки на локти, вот, спина защищается, грудь, вот, штаны специальные тоже имеются с коленными вставками, вот, перчатки, соответственно, тоже, чтобы руки не стерлись об асфальт при падении, вот, и мотоботы. То есть полная экипировка, это очень важно в наше время. Она для... 10 лет назад ее было трудно купить, и она практически не продавалась. Сейчас, в принципе, есть все любые размеры в любых мото-магазинах, и ребенка можно одеть. Но тоже важно понимать, если человек осознанно хочет ездить на мотоцикле, обязательно не экономить на экипировке, потому что продаются шлема, там, за 2-3 тысячи рублей, которые при минимальном ударе ломаются как орех. То есть средняя стоимость где-то экипировки на человек в наше время в зрелом возрасте – это от 50 до 100 тысяч рублей. Вот. Да, действительно, не каждый может себе это позволить, но лучше подождать сезон и купить нормальную одежду, и уже выезжать на дорогу и общую пользу. Это очень важно. Жизнь-то одна, 100 тысяч можно заработать. Я просто, да, хочу добавить еще от себя, что, в принципе, да, у нас бесплатная медицина, не дай бог там что-то случилось, там, операция бесплатная, но при всем при этом, я просто знаю, о чем говорю, наши братья также попадают в аварии, и когда вставляют штифты, вот можно взять бесплатный штифт, да, а можно взять там импортный титановый, который приживется со стопроцентной гарантией, и там цена вопроса этого штифта составляет порядка там, ну, от 100 тысяч. И вот, а он ехал там в шортах, вот результат. Поэтому вот, естественно, надо тут понимать, что есть здоровье, а вот есть деньги, да. И потом, когда ты прикован в больничные койки, там, не на одно лето, да, и про мотоцикл вообще забыл, я думаю, что здесь не надо экономить на экипировке. Вот и все. Я надеюсь, что нас сейчас с вами услышали, любители двухколесного транспорта всех возрастов. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Напомню, у нас в гостях были «Ночные волки» Александр Копылов и Андрей Васильев. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. До свидания. Субтитры подогнали Симон.